да ты хочешь высказаться по этому вопросу обязательно обязательно послушаем ваше мнение клеопатра а так вот кошка тоже хочет высказаться здравствуйте ну тему о которой сегодня пойдет речь вы уже увидели в заголовке к этому видео и действительно а может ли супруг развестись супругой или наоборот супруга супругом так чтобы он об этом ничего не узнал перед тем как это рассказать я вас попрошу все-таки подписаться на канал алгоритмы это дело любят поставить лайк но посмотрите видео оставьте свои комментарии по данной проблеме будет интересно почитать мужчина мой знакомый он работает вахтовым методом и он прочитал статью на тему того что уже был такой случай но в статье описан по крайней мере случай что мужчина тоже работал вахтовым методом и как-то вернувшись домой понял что он оказывается уже разведен он оказывается уже даже снят с регистрационного учета из своего же дома который он строил вместе с женой и этот мужчина обратился в итоге с иском в суд суд он по итогу выиграл спор заключался в том чтобы признать одну вторую дома его собственностью суд стал на его сторону там жена промахнулась потому как ну дом весь строился в период брака но и кстати я нашел данное конкретное дело и ссылку на решение оставлю это дело старая 2013 года но тем не менее кому интересно почитать вот так вот мой знакомый ну статью прочитал на эту тему и говорит а действительно ведь можно же так сделать а они планируют покупку дома супругой а он работает вахтовиком и он уезжает как правило там на три на четыре месяца он занимается строительством и вот вопрос вот такое насколько это действительно реально да и я его огорчил в общем то и сказал что да это действительно можно сделать и для этого не обязательно даже куда-то уезжать на долгое время или не проживать сами вместе с супругом вы можете жить вместе и можно сделать так что даже живя вместе супруга подаст на развод и вы об этом сразу вообще не узнаете расскажу в чем весь прикол это не руководство к действию это к тому что действительно имеются такие риски как все происходит на самом деле понятное дело что если вы супруг супругом у вас там нет несовершеннолетних детей вы можете пойти в загс но в данной ситуации в загс то вторая половинка которая хочет оформить развод она не пойдет потому что в загс надо ходить вдвоем данную заявление от обоих принимаются и тогда происходит расторжение брак то есть вариант остается какой только через мирового судью а для этого то как раз и не надо ходить в суд вдвоем и нет обязанности у ответе какой им становится дам допустим муж да с которым жена хочет развестись присутствовать судебных заседаниях в общем то все довольно таки просто и основание как раз таки по сути имеются это 21 статья семейного кодекса российской федерации то есть в иске можно указать что так как супруг уклоняется от расторжения брака в органах загс то ну соответственно дело подсудно мировому судье внимательный зритель и такой знающий уже задать вопрос но как же так ведь истец должен отправить иск ответчику там в адрес регистрации ну как правило там часто адрес регистрации места проживания супругов они часто одинаковые но даже это неважно суд должен уведомить до ответчика о том что будут судебные заседания то есть как все это обойти до чтобы ну потенциальный муж с которым разводится об этом ничего не узнал так и здесь сложности то вообще в принципе никакой на нет а если взять 113 статью гражданского пациентального кодекса как раз там методы извещения уведомлений как-то моисы и отвечки там третьи лица там другие уведомляются так вот основной формой уведомления является заказное письмо или повестка да там но в 113 прописано что вас могут уведомить телефонограммой но как правило судьи этого не делают ну и тем более что ваша супруга может не указывать ваш номер телефона написать что он вам не известен вы там давно не живете судьи судьи не всегда запрашивают телекоммуникационной компании сели выяснить номер телефона именно при банальном расторжение брака то есть вам по сути вряд ли кто-то позвонит есть кто-то еще думает что вам направит смс уведомления то сразу тоже скажу что смс уведомления дате и времени судебного заседания направляется только в том случае если вы до этого давали письменное согласие на такое вот вас уведомление то есть понятное дело что суд направит вам повестку а когда что происходит но направляется заказным письмом которое по извещению вы получаете на почте но если уже там супруг или супруга затеяли такую махинацию то когда дядя или тетя почтальон принесет извещение об этой повестке в почтовый ящик лично в руки того никто приносить не будет то это извещение просто возьмет себе и вам не покажет то же самые варианты с иском который она вам отправила тоже надо отправить заказным письмом там с описи без описи неважно это же извещение точно также из почтового ящика изымет а некоторые скажут а как же так я поездку не получал значит решение уже будет незаконно меня там не уведомили я раньше рассказывал о должных уведомлениях и в данной ситуации вам просто напомню что вы будете считаться должным образом уведомленным о дате заседания в том случае когда вы не получили повестку вот это заказное письмо на почте и она вернулась в суд суд его получил с отметкой истек срок хранения вот и все считаетесь уведомленным и по итогу мировой суд вынесет такое решение а вы даже ни сном ни духом когда вы узнаете о том что вы разведены да а если вы после расторжения брака совершите какую-то крупную покупку об этом вы не знаете да то ой вам придется побегать по судам чтобы доказать что это совместно нажитое имущество и тут шансы пролететь с имуществом довольно таки большие судиться доказывая что вы не знали там что брак расторгнут но это практически шансы равны нулю доказать будет очень сложно поэтому какой совет в конце данного видео дам если вдруг у кого-то с супругой супругами ну такие отношения не совсем доверительные и есть подозрение что нечто подобное может произойти то рекомендую просто почаще обращаться к мировому суде но ваш судебный участок по месту вашей регистрации с вопросами а не поступал ли и скоросторжение брак ну так хоть как-то вы перестрахуетесь но собственно и все кому видео понравилось еще раз повторюсь поставьте лайки подпишитесь на канал обязательно его прокомментируйте кому нужна консультация может задать свой вопрос мне в группе в к консультация платная все ссылки в описании канала под роликом ну здесь даже qr-коды были на группу в к ну а мы увидимся в следующих видео всем до встречи пока